Мы делаем видео для бизнеса. К нам обращаются предприниматели, снимаем про них видео, делаем рекламу, они получают много денежек. Со съемок видосов по 1000 рублей пришло к съемке проектов по 3 миллиона. Больше 150 продюсеров выпустилось. Общий оборот? Общий оборот. Пятка 5 миллионов. За полгода? Ну, условно. Да, где-то так. Друзья, всем привет! Приятно видеть, когда человек горит своим делом. И у нас сегодня в гостях человек, который разожжет пожар в ваших сердцах. Сегодня у нас в гостях Александр Борисов. Человек, который вас научит принимать молниеносные решения и не размениваться на мелочи. Человек, который научит вас, как правильно разделять работу и отдых, а самое главное, он расскажет о том, что такое продающее видео и как внедрить его в свой бизнес. Мы думаем, что вы станете лучшими в своем деле благодаря этому выпуску. Так что не переключайтесь, вас еще ждут впереди бонусы. И если вы, посмотрев это видео, захотите именно так же, то записывайтесь на бесплатный мастер-класс. Ну а мы пойдем общаться с экспертом. Let's go! Привет! Привет! Мы очень рады тебя видеть. Немного пообщаться успели за кадром. И вот уже в кадре. И ты классно выглядишь. Спасибо. Стилевый, стилевый. Развину человек. Вот человек зарабатывает, ребята. Лучезарный, заряженный, готов, открытый к общению. В общем, все классно. Интервью получится у нас невероятно мощным. И люди, которые перешивают постельное белье в одежду. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, Получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Мы знаем о том, что у тебя онлайн-школа по созданию видеоконтента. Не совсем. Скажи правильно, как это. Была такая гипотеза. То, с чего вообще начал заниматься, мы делаем видео для бизнеса, для компаний, делаем коммерческие видео для размещения их потом на ютубе, на инстаграме, на фейсбуке. В общем, к нам обращаются предприниматели, снимаем про них видео, делаем рекламу, они получают много денежек. Делаем проекты по 500 тысяч, по миллиону, по 3 миллиона, такие разные, для банков, франшиз особенно упаковываем. И у меня возникла идея такая года полтора назад. Надо делать обучение какое-то. Просто обучение. Даже не слышал про акселерат. Надо обучение делать. Потом познакомился с Сергеем, с Димой. Познакомились и говорю, слушай, круто, надо запускаться. И мы запустили тест, вообще первичный, вообще оффер. Обучаем съемки всему-всему и поняли, что это вообще провальная идея, слишком много тем, слишком всего. И в итоге, прошлым летом мы все урезали, оставили только продюсирование, только обучение продвижению, заработку на видеосъемке, как находить команду, как общаться с заказчиками, потому что это моя сильная компетенция. То есть я сам с нуля, со съемок видосов по 1000 рублей пришло к съемке проектов по 3 миллиона. Собирая команды, продвигаясь, упаковывая все эти вещи. И вот с этим оффером, с этой тематикой мы начали развивать, качать, качать. Это все выросло в двухмесячный курс. И сейчас нас закончило порядка, вот на данный момент, на первое число апреля больше 150 продюсеров выпустилось. Где-то так получается. Слушай, конкуренцию, да? То есть ты взращиваешь такие... Да, мы создаем рынок. Создаете рынок, это круто. Мы создаем рынок тех людей, которые знают, что нужно для бизнеса, вообще в видео поднимают. И дают работу всем операторам, монтажерам. То есть наши выпускники, они вообще рынок очень сильно двигают. А от тебя там что-то откусывают? Или ты с любого случая остаешься в выигрыше? Потому что ты возглавляешь эту революцию, скажем так, экономическую. Да вообще никак. Нет конкуренции в индустрии, вообще нет. Тем более 100% в Москве. Потому что здесь огромный рынок, огромный, живой. И вот кого не спросили у его предпринимателей, каждый скажет, не могу найти нормальный продакшн, который снимает там за адекватные деньги и хорошо. За адекватные деньги, это, наверное, ключевой момент. Ну все равно, все равно, те, кто снимают хотя бы проекты от 100 тысяч рублей, они четко чувствуют, что конкуренции нет. Те, кто как-то на рынке нормальный продакшн снимает, хорошие классные проекты, чем-то оригинальные, их разрывают вообще сразу на куски, они не справляются с потоком, просто даже по сарафанке. Но это прям 100% объективно так. И наша задача, вот самое главное, если человек умеет более-менее хорошо снимать, не сделать так, чтобы он загонялся, сидел дома без заказов. То есть, очень легко можно заработать, если ты хоть как-то умеешь снимать. Но у нас есть критерии, то есть, к нам не все могут попасть, я каждого человека обязательно фильтрую, кто попадает в обучение, там, первичный фильтр, чтобы человек мог в месяц зарабатывать 20-30 тысяч рублей на съемке. То есть, чтобы ему какие-то деньги уже платили за видео, он какой-то продукт имеет, и дальше уже дело продвижения. Это очень интересно, потому что очень много видеографа знаем, и они там, ну, что там как по заказам-то? Они ноют. Да, ноют просто. У меня такой вот в голове сейчас вопрос возник. Это понятно с Москвой, да? Но как операторам, допустим, которые отучились у вас, но они живут в регионах, вот там, потому что там выбить деньги на... И объяснить человеку, что видео продающее, что видео действительно будет работать, очень трудно, потому что я, если опираюсь на свой родной город, откуда я приехал, да, то там, мне кажется, это вообще очень сложно сделать. Есть такое, есть такое. Я не скажу, что это типа неправда, нет, есть такое, что конкуренция там точно чуть по-другому чувствуется. Но у нас по факту, сейчас из студентов 30-40% это Москва, 40-60% это вообще все регионы. Я точно знаю, какая сейчас там картина, то есть больше сотни ребят выпустила чисто с регионов. Какая там картина и как? Люди спокойно зарабатывают в качестве продюсера от 100 тысяч рублей в регионах, 200, 250, 300. И вот даже вчера мы записывали интервью с новыми выпускниками нового потока, и он говорит, что я тут в Ростове, получилось закрыть 300, и я этого боюсь. Ну то есть, типа, ну... Испугался больших денег, да? Много очень. Интересно. Это типа, это очень много, ну то есть не такие, ну... Ну для региона точно. То есть я говорю, в принципе, если зарабатываешь 250-300 тысяч в регионе, то можно с ноги открывать любой клуб города. Он говорит, ну я не хожу в клубы, но в принципе, да. Уходят в клубы в тех людей, у кого есть 300 тысяч рублей. И просто складывают деньги, кучу такую гору, и смотрят на нее. Скажи, вот в любом случае, даже для таких продюсеров, поскольку интернет и контент, он доступен в любой точке мира даже, да, то есть есть возможность продюсировать не только в Ростове, да, и зарабатывать деньги, но и поехать, там, например, не знаю, в Нижний Новгород, куда-то смотаться, там, Новороссийск, там, или куда-то, просто может, в принципе, с такими навыками, с такими знаниями человек может работать по всей стране. Можно продолжить. Барселона, Нью-Йорк, там... У него просто это... Открыть шенген по золотому кольцу, он... Ну, на самом деле, если базу продвижения поднимать и делать, то ничь не мешает, ничь не мешает, то же самое делать за рубеж. У меня есть многие выпускники, знакомые ребята, которые делают монтаж, делают анимацию, живут в Тае и начали работать с Россией, подтягивают английский язык и сейчас делают анимацию для зарубежных продакшенов. Не нужно закрывать себя дома, ты можешь жить в любом вообще маленьком провинциальном городке и делать дорогую анимацию для мировых продакшенов. Ну, это вообще спокойно можно делать и зарабатывать больше, чем маргароны тогда. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Где ты находишь ребят, свою аудиторию, вообще, в большом счету? Откуда ты ее черпаешь? Первая первичная была из моих социальных сетей, потому что я активно у себя в Инстаграме, да, снова в Инстаграме, делюсь историями со съемок, с каждых съемок, у меня бэкстейджи, с сторизом. У меня специально есть даже огромная подборка актуального в сторизах с каждой съемки. Я там полнота рассказываю, чем занимается каждый человек на площадке, как мы это нашли, как организовали, сколько этапов писали сценарий. И люди добавляются, это все актуально, и первых людей я оттуда нашел. То есть я писал, ребята, в общем, давайте тестируем, посмотрим, как получится. Потом стал размещать истории выпускников, особенно, когда вот, девочка Лена пришла к нам, столько-то лет работы на ТВ, делает проекты по 30 тысяч рублей, проходит два месяца, истории пишем, вот она зарабатывает 300-400. И это постоянно, это нормально, все. То есть это не какие-то чудеса, это работа, нужно точно заниматься продвижением, упаковкой, командой, взаимодействием с заказчиками, но это реально все. То есть этих людей уже много десятков, которые больше, чем в пять раз выросли. Это нормально, это можно. Какие требования и что должно обязательно присутствовать вот именно в продающем видео, видео, которое поможет предпринимателю зарабатывать и умножать свои вложенные деньги? Вот. Первое, самое важное, чему учат также наши студенты-выпускников, должен быть сильный продукт. Это очень важно. Если, ну то есть без этого точно никак. Как определить, что продукт сильный? Ну, если вот, ты мне сможешь сказать... Эфемерное понятие или как? Если ты не сможешь описать его одним предложением, я скажу, вау, классно. Одним предложением. Ну вот, допустим, какая-нибудь Яндекс.Еда, какая-нибудь федеральная онлайн программа доставки еды, там столько-столько-то людей. Ну, просто так вот. Если что-то непонятно, вот это просто на... Ощущение. В том смысле, то, что Яндекс.Еда это мобильное приложение для доставки еды. То есть, ты понимаешь, что это? Федеральная, столько-столько-то людей, экстрированных и так далее. Ну, то есть, если мы можем двоим предложениями писать, то есть, есть что-то сильное, твердое в продукте и когда одна фраза уже интригует, она интересная, тогда да. Если просто какая-то неизвестная ноунеймшина, монтажка на окраине города с ужасным дизайном, все, и непонятно, кто основатель, тогда будут сложности. Тогда придется выдумывать, историю придумывать, что-нибудь вообще снимать, не на их локации, там, так далее, так далее. То есть, чем сильнее продукт, тем больше потенциал есть у видео. Но это одна из пазлов. Но это надо в первую очередь обращать внимание. То есть, один из классных советов, который мы даем, очень ценный совет всем, кто вообще когда-либо делает видео, у вас дела пойдут гораздо лучше, если вы будете брать в съемку не все проекты, не все заказы. То есть, слабая продукта не надо снимать. Надо брать большой поток заказов, чтобы много людей обращалось, много заявок было, для этого надо заниматься маркетингом, выбирать самые сильные бизнесы, их проще упаковывать и делать такие проекты, которые очень горячо выстреливают. Нельзя, чтобы какой-то один человек сидел, мучился, пытался родить гениальную идею, неделями нет столько времени, все очень динамично, большие команды ждут. Поэтому из нескольких итераций у меня есть своя механика, которую я как-то выработал, какую-то по частям взял. Вначале я делаю сам самостоятельно сетку смыслов, то есть, блочная структура рекламного ролика на 15 секунд, на 60 секунд, на 2 минуты есть блочная структура, о чем каждый блок должен быть смысл примерно. Введение, там, усиление лояльности, call to action в конце и модули промежуточные, сетка. По ней можно собрать любой промик любой компании, в принципе. Если это касается личного бренда, то в принципе они похожи везде. Дальше в эту сетку я накидываю смыслы и твердые факты о компании. Допустим, там, окей, 10 лет опыта у человека, допустим, там, столько-то кейсов успешных, и так далее, и так далее. Какие-то ценности, которые скажешь человеку и усиливается позиция спикера, бренда, основателя, кого угодно. Позиции усилятся. Я их собираю в большой список, дальше аккуратненько раскидываю по этим триггерам, по этим разделам сетки и дальше подключаю копирайтера, режиссера и добавляется творческая часть. Потому что по этой сетке ну, это просто набор фактов в порядок упорядоченный и дальше это можно обернуть в разное творческое наполнение. Их подключаю, потом сам подключаюсь и потом вот еще встреча с заказчиками идет и это все разные итерации и в принципе так вот модульно собирается любой сценарий. Он получается творческий, интересный, с приколюхами всякими, но при этом не закрывающий все вопросы по маркетингу. Но должно подключиться суммарно человек минимум 5 на разных этапах. Вот это вот так и делается. У меня это в историях в инстаграме есть выложено. То есть вот про силу продукта, да? То есть контент гораздо должен быть сильнее, чем упаковка продукта. Если... То есть, ну, оферы? Смысл, оферы сильнее, чем фактическая упаковка. Да, чем упаковка. Тогда человек проигрывает на конверсиях. То есть есть продукт и он скажет, что идеально снять было бы в такой бюджет. То есть надо находиться ответствия всегда. Утрирую пример. Франшиза Top Gun известный проект, который мы снимали, кто везде. Бюджет у него был больше 2 миллионов рублей на съемку чистыми. Наоборот, больше 70 миллионов вышел с этого проекта. Потому что рекламных затрат было не больше 150 тысяч. Если бы мы сняли в 2 раза дешевле, оборот, было бы точно на треть меньше. То есть мы бы сэкономили миллион на производстве, но потеряли бы больше 30 миллионов на оборотке. Ну, так себе. Ну, то есть потенциально... Если бы сняли в 2 раза дороже, не факт, что что-то было бы по-другому. Ну, то есть всегда есть примерно идеальный формат. Если есть какой-то индивидуальный мастер, там, портной или там кузнец, там, да, самостоятельно, то один сам по себе. Ему не надо делать видео за 500 тысяч рублей. Нет. Можно сделать за 50, за 70, но прям хорошо. Можно сделать. И пускай это сделать один видеомейкер, самостоятельно, один человек, нежели продакшн целиком, будет точно лучше. Есть такой совет, что если видео стоит до 70-80 тысяч, лучше один человек сделает, чем команда. у него будет выше. Ну, вот. Такая техника. То есть для каждого дела, ну, вообще всегда это исходит, когда общаюсь с рекламными агентствами, стоимость видео всегда исходит из бюджета на маркетинг. То есть есть понимание, сколько хочет компания потратить на показы и у них есть понимание конверсии, там, графические баннеры либо другие видео. Они уже считают, если мы сделаем видео, насколько оно может повысить конверсию, что-то еще, чтобы это все было в плюс. То есть оно должно деньги принести, зачем тратить просто так. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Твоя экспертность очевидна. Вот. Все-таки ты работаешь экспертом-продюсером в своей школе, правильно? Да. Скажи, пожалуйста, какие ценовые категории у тебя есть для людей, которые хотят у тебя обучиться? Вот. Ты просто рассказывал то, что ты 4 часа вчера разбирал своих учеников 4 часа. Кто-нибудь готов потратить такое количество времени на посторонних людей, да? Но это очень хороший показатель как эксперт, как человеком вовлеченного и увлеченного. Вот. Сколько стоит твое время вот эти 4 часа? То есть, это, я так понимаю, VIP-пакет какой-то, да? Я разборы делаю в режиме онлайн каждый понедельник, каждого модуля и разбираю VIP-ы и средний пакет. Ага. Из 3 пакета. 3 пакета всего. Ну, это классика, да? То есть, мы помним. Сколько стоит это все? Пакеты. Пакеты. Есть пакет студент, есть пакет продакшн, пакет VIP. Если учитывать с максимальными скидками, допустим, то есть, цены, когда мы анонсируем время запуска, прям вот, две недели до старта, то средняя цена студента около 20 тысяч рублей на 2 месяца, на 8 недель, пакет продакшн около 38, и VIP около 95. Ну, мы понимаем, потому что деньги вернутся, поэтому это столько и стоит. Люди окупают с 5-10 кратно. Легко. Если человек делает, ну, для меня это очень большое показать, для меня это очень важно. То есть, я человек продукт, но я на этом очень загнан, сильно заморочен, потому что, если человек просто делает все домашние задания, все домашние задания, то он окупает на 2 недели. Легко. Ну, есть вещи, я проходил много разных тренингов, обучений в разных и БМ, и цех МЗС, много-много-много, чего разных тренингов проходил, отсюда вытащил лучшие механики, плюс свои опыты, больше сотни проектов. И сам мы прям практику лучше заставляем делать. Обучение 8 недель, каждой неделе это отдельная тема. То есть, человек всю неделю делает только одно. Либо он делает, качает сарафан, либо он делает упаковку, либо продажи, скрипты, даем конкретно скрипты, вот говори так и будет лучше. Сто пуду обувь лучше. Прям конкретно прописано, что надо говорить, на каком этапе, как делать сервис, как набирать команду, как делать так, чтобы режиссер, который работает за 100 тысяч рублей, в смену работал у тебя за 50, как, ну и так далее, и так далее. Как продвижение делать на свои же видеоролики для заказчиков, чтобы их видео им деньги принесло, принудительно, чтобы деньги пришли за их видео, которое у тебя заказали. Ну, такие вещи они все делают. Это в двух словах, примерно так. Я заморочился этой темой, мы каждый поток докручиваем. Еще есть порядка 7-8 приглашенных спикеров, которые дают контент лучший в России по своей теме, допустим, по упаковке сайтов, по продвижению в Инстаграме. Те, у кого тоже свои онлайн-школы, дорогие пакеты, там от 30 тысяч рублей, они записывают там двухчасовой блок нам просто потому, что мы друзья. Ну вот. Твои клиенты, это Дим Портнягин? Да, мы делали имиджевое видео, акселератор от онлайн-школы, делали серию рекламных роликов, модуль банк, три проекта было у нас, рекламных, сейчас упаковываем франшизу копирки, еще онлайн-школы было, три-четыре, кому рекламу делали вместе под ключ, то есть видео снимали, рекламу настраивали. Где-то так. Сколько, когда существует твоя онлайн-школа, когда запустилась и сколько уже? В таком формате, как сейчас, для продюсеров с августа прошлого года. Август прошлого года, то есть это, чуть больше полгода. Да, за это время прошло четыре потока, сейчас середина пятого потока. Сколько прибыли было? Каждый поток по-разному. Ну вот, за все время, если сможешь сказать. Общий оборот, общий оборот, порядка пяти миллионов. За вот, да, за полгода, ну, условно. Да, где-то так, около того. А мы начинаем сразу только появляться оборотка и сразу знаю, куда вкладывать. Вот, YouTube канал запустили, там сразу много контента туда идет. Прям полезно такого контента, чтобы посмотрел такой, вот это ничего себе, попробовал и все, и дела лучше пошли. Там, допустим, как называть цену на встречах за видео, как команду набирать, вот такие разные вещи. Ну, то есть, какие-то триггеры, которые цепляют людей потом, чтобы они шли учиться к тебе, да? И это да, но я знаю, что наши методики настолько круто работают, но их нет аналога вообще, что я прям часть контента даю на YouTube и люди пишут прям комментарии, такого не может быть. Мы начали делать и все, и сразу стали лучше проекты закрываться по-другому. Начали дела делать. Но это интересно. Я не сторонник делать везде, вот особенно на YouTube такое бывает. Контент условно бесплатный, классный, интересный, но полностью из триггеров продающих. То есть, ничего по делу, водища прям. Ну, такое бывает у онлайн-курсов такой контент на YouTube а у нас нет. Мне интересно пробовать на аудитории, как эти механики работают. Смотри, ты сказал про YouTube, я сразу представил интеграции с блогерами. Интеграция рекламная, да, то есть, соответственно, на твой взгляд, какие самые крутые интеграции, которые делают популярные каналы или блогеры? Вот, недавно была интеграция Давидыча с Тиньковым, с картами. Столько было хейта, столько истории, но по факту это самая успешная интеграция Тинькова. Вот, недавно мы записали интервью с Квикс Продакшн, крутые ребята, Вадим Сергеев скоро выйдет у нас на канале, и он рассказал, что какой бы ни был резонанс, все равно это сработало ну очень круто. Будут еще делать. Плюс? Тиньков доволен, а Тиньков является заказчиком. Эпатажность образов плюс нестандартное восприятие каждого из кучи хейта и кучи последователей в сумме такую горючую смесь дало, это здорово. Я не думаю, что можно делать что-то спокойное, тихое, стандартное, иметь какие-то экстра результаты, нужно что-то делать прям выживающее. Производить лау-эффект. это прям здорово. Вот ты такой очень активный, деятельный человек, по 4 часа тратишь даже на разборы, каждый понедельник у тебя там созвоны и прочее, у тебя понятное дело то, что у всех 24 часа в сутках, вот у тебя как выстраивается твой тайм-менеджмент, сколько ты тратишь на работу, нормированный у тебя график, сколько ты тратишь на отдых, ты еще занимаешься спортом, судя по тому, что ты пришел нас сначала и побил, вот. Кроссы были не подходящие. Вот, ты занимаешься борьбой, грэблинг, правильно? Да, грэблинг и джиу-джитсу. И джиу-джитсу. Вот, очень хорошее интервью сегодня, мне очень все понравилось. Да, вот, скажи, пожалуйста, как вот тайм-менеджмент, как ты распределяешь это все? Сложно. Ну, сколько ты в день тратишь примерно там на сон, на деятельность там рабочую и там когда, сколько ты на удовольствие тратишь? Да, кайфует работать с тобой там очень здорово, кайфует, а потому, ну, типа, вопрос, как вы отдыхаете, а не напрягаетесь. Нет, ну, надо любить работу точно, тогда больше сможете уделять. Если ты не любишь работу, ты не сможешь столько пахать, чтобы быть лидером рынка в чем-то. То есть, не сможешь. А я пришел к тому, что нужно точно фиксировать время отдыха. То есть, точно знаю, что два-три раза в неделю точно тренируюсь, иначе если не буду делать, я прям вообще славлю депресняк. точно раз в два месяца куда-нибудь улетаю на пару недель, хорошо, либо это путешествие, либо сборы, либо что-то еще. вот скоро полечу на сборы в Польшу, по борьбе, через месяц в Исландию полетим со съемками и так отдыхать. Это точно, это заранее покупаю за два месяца вперед, я знаю, что точно буду отдыхать. А все свободное время заполняется работой между ними. Классно. Работа всегда будет. Думаю, что продумываешь. ее как ни во сколько ежедневник, там планов очень много, очень много работы, и заполнить будни ее очень легко, ну, очень легко взять, фиксировать нужно точно время под отдых. Вот я к этому пришел. Вопрос по поводу твоей деятельности, опять-таки. Вы делаете чаще автовебинары или живые вебинары? Под каждый запуск минимум один живой идет. Минимум один живой? Да, один или два живых под каждый. Пока у меня такой формат. Сколько вебинаров до запуска? Ну, получается, за две недели вы анонсируете? За две, за три недели. За две, за три недели. Вот. И сколько у вас вебинаров, ну, то есть, они каждый день, два раза в день? Тут должен идти каждый день. Или два раза в день? Утром, вечером? Нет, так еще не делали. Есть некоторые платформы американские, где ты можешь выбрать сам время. Ну, там есть куча механик разных, там есть платформы, где ты заходишь, там время выбираешь, все такое там. Есть такое. Можно. Или, либо есть такие варианты, что, либо прямо сейчас смотри, вот там сразу сейчас, ну, есть такие механики, либо в это же время, но завтра. И еще послезавтра. И там график вебинаров прописан прям, график ты выбираешь, кликаешь. Но, на той взгляд, автовебинары не могут отпугивать людей? Смотри, как провести. Потому что с ними общает, нет, нет живого общения? Нет, дело в чем, если там контент прям реально крутой, если человек встал такой, вот это да, я хочу пересмотреть и записать. Ну, то есть, если там реально здорово, то какая разница? Надо, чтобы спикер гордился своим продуктом и знал, что он очень круто работает, кайфовал от него. Все равно вебинар, это не финальная точка закрытия человека, это одна из ступеней повышения лояльности. Редко, когда вообще холодный человек покупается с вебинара. За что он вебинар, ух ты, я то, что хотел сразу закидывать? Нет, он бывает читает статьи, греется, там, ютубчик смотрит, там, ходит около-около. Ко нам заходят на обучение ребята, которые видели вебинар полгода назад. Говорит, я там видел полгода, я видел статью, что-то классно, давай зайду сейчас, вот я сейчас готов, увидел, оно у нас в курсе, все супер, ждал, прям классно, поехали. То есть, теоретически надо, помимо вот всех вебинаров, надо закидывать интернет еще всякими статьями о себе, полезностями, то есть, это прям надо спамить, условно, да? Спам это, ну, я грубо, грубо назвал. это такая, контент, не имеющий ценности, надо ценность, если у человека есть ценность, если он спикер, то может создавать вокруг себя ее ценность, в виде видео, видеостатей, кейсов, этим надо делиться. То есть, я считаю, что это работа в долгую, я не знал, во что это все обернется полгода назад, то есть, какой-то реально объем работы, сколько еще предстоит сделать, мы сейчас запустили там портал с историями, со статьями, с кейсами, туда же контент даем, как-то там, раскадровки собираем, сценарии делаем, ну то есть, много чего, чем просто приятно, интересно делиться, и нам это вот по вопросу вообще ничем не хуже. Ничем не хуже, я просто записал, то, что ты очень открыт и ведешь такую открытую политику, потому что раньше было как, то есть, люди сжимали, конкуренция, значит, я свои секретики оставлю при себе, чтобы никто не узнал, не проведал, ну вот, я буду золотишко ковать втихую, вот, а ты открыт, и это притягивает людей, и, соответственно, как, сенсей, да, ты же сенсей, получается, людей учишь, да, подаванам своих, вот, свои открытости привлекаешь, и даешь им информацию, и еще больше информации даешь им, получается, во время курса. По запросу, да. Ну, запросы есть. Есть, был такой факт по поводу конкуренции, очень прикольный, одно видео с топганом дало работу сотням продакшенов по России, потому что ко многим ребятам в городах мне не писали потом, приходили, да, да, нет, вообще просто, заказчики приходили, кто-нибудь автомастерская, кто угодно, говорит, слушайте, видос классный, хочу так же, ну и все. то есть, твоя работа говорит за тебя. Нет, один хороший видос всколыхнул запрос у предпринимателей на видео для себя и дал работу огромному количеству других людей. То есть, допустим, кто-нибудь продакшен снимет классный промик, не знаю, кого-нибудь там, продуктового магазина и другие владельцы продуктового магазина в такие, видео классный, хочу такое же, и будут обращаться к кому-нибудь из своих знакомых, все, рынок, каждым новым классным продуктом, рынок все более-более живой станет. Так же и работает, то есть, всегда приходит человек и что-то показывает, говорит, хочу вот так же, элитно, типа круче. Да, да. Если увидишь, что какой-то твой конкурент и появился классное видео и что у него работает и тебе реклама спамит, хочется сделать что-то подобное. Ты черпаешь... Завидки. Ты черпаешь вдохновение, вдохновение откуда? То есть, понятное дело, что за рубежом, за границей все уже на три шага впереди. Там круто в чем-то, да. Вот. Ездишь ли ты туда учиться, смотришь ли ты там на продакшены, которые находятся там, где-то в Америке, я не знаю, да, в Европе? Или все-таки ты стараешься адаптироваться как-то вот под наш российский реалий? В плане видеопроизводства? Да, в видеопроизводства. В плане вот, какой контент мы делаем, ну, как на продакшен. Я скажу так, что я редко в чем участвую творчески в создании видео. Я строник того, что в себе собираю компетенции как маркетолога, зная, что примерно должно быть в видео по сценарию, по триггерам, по закрытию в плане бизнеса. Но в команде у меня есть режиссеры, есть сценаристы, креативщики, они добавляют свои туда видения. Вот. И книга, которую ты мог бы посоветовать нашим читателям, которая перевернула, может быть, в деловом плане или философском саморазвитии твое сознание. Есть крутые книги. Есть те, которые я рекомендую всем нашим студентам, выпускникам, если они собираются заниматься бизнес-видео. Есть вообще, вот в общем какой из них. И то, и то. Да, да, можно две книги. Нет, если касаемо людей, Ровно столько, сколько я читал. Заниматься. Я считал много. У меня своя мини-библиотека есть и дома, и в студии у себя. Две книги, которые точно каждому, кто собирается заниматься бизнес-видео и продюсированием, это «Пиши сокращай» одна. А, я читал. Очень хорошая. Любая, связанная с текстами и блогинг, любые соцсети. А вторая, тут говорится можно обо всем. Тоже очень крутая. Очень круто. Я авторов не помню. Ну, название, название, да, есть. она такая, да. Кейт Феррадс «Никогда не ешьте в одиночку». Кстати, да, ты не первый, кто советует эту книгу, и я как-то на книжном прилавке наткнулся на нее, прочитал вкратце. Ну, просто, это книга, которую действительно нужно купить и почитать. Такого из легкого с чего точно стоит начать вообще обязательно. Это по работе с людьми, с командой. Это все были зарубежные авторы, у них своеобразный подход. Я люблю некоторые русские книги с нашим подходом, с нашим менталитетом. Да, с менталитетом, с нашим. Допустим, вот Макс Баттери в 45 татуировок менеджера. Первая из трилогии, там Продавана, менеджера Продаван, следующее, это кого-то еще. Личность. Следующая личность, но менеджера первая на самой сильной. Вот я менеджер прочитал, да, Продавана лежит, еще не притрагивался к ней, а личности даже не слышно. Она вот недавно вышла, я все три прочитал, но первая самая сильная вообще, несомненно, она лучше. Слушай, у нас в каждом выпуске мы пытаемся дать какой-то полезняк нашим зрителям, и я предлагаю сделать какую-то, может быть, некую скидку на твои курсы для наших зрителей. Соответственно, сейчас нам нужно потом будет выбрать время, в течение которого эта скидка будет действовать после выхода видео, и, соответственно, придумать промокод, чтобы люди вбивали его или кому-то писали. В общем, по механике действия тоже сейчас нужно определиться. Есть такая механика у меня. Я как человек-продукт, я всегда очень еще пяти лет начусь к этому, и когда ко мне заходят ребята, у которых есть потенциал, которые относятся к видео так же, готовы работать и так далее, то я им даю супер какие-то крутые условия. Иногда редко. Поэтому я готов давать большие скидки, но редким людям. И не всем подписчикам, если вы сами делаете видео, либо у вас есть друзья, которые занимаются видео съемкой, им можно дать ссылку на наш вебинар, на мастер-класс, на котором они могут забронировать участие со скидкой в 40%. А цены указаны на сайте. Это много. Ну, это дешевле, чем кто-либо вообще заходит на обучение. Ну, это достойно. Да, чтобы это сделать, нужно куратору, менеджеру, который вам позвонит, после брони, сказать, что вы от акселератора, и все. И все будет скидочка, будет другая цена. На любой пакет. Да, на любой пакет можно сделать. Это суммарно скидка, если в рублях от 10 до 30 тысяч рублей будет составлять. Чисто минусы пакета. Ну, классно. Надо просто работать и делать. Жирная, очень жирная скидка. Да, сколько? Недели две после выпуска, нормально? Да, отлично. Две недели, но этого достаточно людям, чтобы прийти в себя от услышанного и все-таки дойти до вас. Формокод от акселератора. Все, заходите на мастер-класс, бронируйте участие. Спасибо тебе большое. Очень классное интервью, очень интересное. Ты прям, от тебя веет энергетика положительная. Прям хочется деятельность свою какую-то проявлять. Вот, очень здорово. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже это был такой мощный энергетический посыл для того, чтобы встать и идти сделать онлайн-школу. Все, ребята, не сидеть на месте, двигайтесь вперед и пишите нам в комментариях, что вы думаете по поводу всего. Нам все интересно, мы все читаем и в следующих выпусках будем отвечать на все вопросы. Александр Борисов очень энергичный, очень открытый человек и нравится то, как он ведет свои дела, рассказывает о том, что он делает. От него веет успехом, да, пусть он там и скромничает где-то местами, мне кажется, это кокетство некое такое. Нет, еще не совсем добился успеха. На самом деле он себя позиционирует, я успешный для успешных и если кому-то кто-то не определился с тем, что у него вообще за бизнес и как его нужно вести, он их упаковывать с точки зрения видеоупаковки и продюсирования не будет. Он говорит, беритесь за успешных и тогда вы можете повышать свой ценник, тогда вы будете успешны тоже в глазах других людей. Да и вообще это здоровая среда для обитания. Опять-таки понравилось то, что он максимально открыто ведет, не боится делиться информацией в своем блоге, в инстаграм-блоге имеется в виду в частности, на канале, то есть он вполне открыто делится инсайтами, друзья, и можно зайти к нему, подписаться, читать и получать полезную информацию, инсайты. и на курсе он еще больше дает. Да, и самое главное, что, ну не самое главное, но очень понравилась его фраза о том, что работа будет всегда, просто находите время для отдыха. Да, да. Я думаю, что это здоровая атмосфера. Это нужно просто не лентяничать и тогда действительно работа будет всегда, потому что не нужно ныть, нужно делать и разбираться, погружаться в процессе, детализировать. Опять-таки, 9 итераций он дал, то есть не стоит долго выполнять какой-то процесс, это затянется, пропадет вкус, нужно делать быстро, но для этого есть вот эти как раз те самые итерации. Вот, полезный интервью, опять-таки, и дыконтакт тоже полезный, да, то есть, ну вот человек там где-то преподавал бизнес молодости, у него есть полное представление, он быстренько делает разборы, вот, и ведет он, в принципе, топовых клиентов российского рынка, бизнес рынка. Да, очень важно это подчеркнуть, для чего? Для того, что даже такие люди, которые где-то на стороне там преподают, они еще и учатся в акселераторе, нет предела совершенства, если ты определенные планки достиг, все равно есть возможность прийти и доучиться. Успешный всегда становится еще более успешным, но для этого нужно подчеркнуть знания, обмениваться опытом, вот, поэтому только один совет, друзья, коммуницируйте, коммуницируйте. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok